Когда у Владимира Путина день рождения, в России происходят странные вещи. И то, что происходит за моей спиной, если честно, очень странно. На этой выставке президента Путина сравнивают с героем греческих мифов, Гераклом. Выставку организовала так называемая группа сторонников Владимира Путина. Геракл был сыном Зевса, и по легенде он совершил 12 подвигов, 12 невероятно сложных поступков. Здесь эти подвиги переосмыслили через искусство, чтобы они олицетворяли действия Путина в Кремле. Например, вместо удушения немейского льва, мы видим Владимира Путина, который борется с терроризмом. Затем убийство лернейской гидры. Тут мы видим Владимира Путина, борющегося с Евросоюзом, Японией, Канадой и США. Это его ответ на западные санкции. А вот Геракл укращает критского быка. Ну или точнее, Владимир Путин аннексирует Крым. Смотрите, у нас это все-таки лежит в культуре нашей страны, в нашей тысячелетней истории. Все же мы и большая страна такая восточная и византийская такая, страна центрическая. И у нас всегда тема власти, она стоит в центре нашего общества. И поэтому действительно, у нас есть высокое именно доверие к президенту, к лицу. То есть мы на протяжении всей истории видим, то есть именно сильного лидера. Сложно представить, чтобы на выставке в Лондоне или Вашингтоне Дэвида Кэмерона или Барака Обаму сравнивали с героями мифов. Но Россия отличается от этих стран. И за последние 15 лет, что Владимир Путин был у власти, вокруг него сформировалось нечто вроде культа личности. Кремль уже много раз заявлял, что не имеет к этому отношения и не призывает к этому. Но критики Кремля в это не верят. Не вызывает сомнений одно. Несмотря на давление, которое оказывают на Россию санкции Запада, у Владимира Путина на родине такой рейтинг, о котором западные лидеры, да и сам Геракл, могут только мечтать.